распаковка чек ё-моё всем привет а еще вдруг кому-то тот ёршик был маленький я заказала побольше он так накручивается девочки не смейтесь это я заказала для этого для бутылок больших или вот для вот этой маней как ее дистиллированную бочку то туда ничем не залезешь там горлышко узенькая рукой туда не залезешь поэтому вот посмотрела думаю что вот этот ёршик ага я его туда засуну обратно высуну шо ну так прям закручивается а он и не вылетит высуну потому что он закручивается молодцы респект и уважуха о бутылки шуршать и здесь изогнута чик 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 и помыла у меня есть большие бутылки там тоже надо бы помыть вот теперь везде залезу куда надо вот даже паутину можно снимать с углов ручка такая прорезиновая какая-то классная короче короче то не было у меня ни одного ёршика теперь много с какой стороны начать распечатывать так на совесть прям запаковали девочки это осмос я же вам сказала я куплю домой осмос точнее купила вот пришел только другой фирмы там распечатывать не стало потому что ну я чё прям спец что прям сразу посмотрю пойму все ли здесь на месте нет конечно пока ставить не начнешь все равно не поймешь я так думаю не знаю надо же нет тут поле нож у меня тупой такая скотча чем обклеена нихрена и ножницы то не режут здравствуйте знаю взяла потому что прям отзыва были много и хорошие поэтому взяла его чтобы раздеть коробку десять раз спутеть надо срок службы десять лет гарантия три года ручки нашел здесь вообще уже все собрано видите все покажу вот все вот эти штуки уже правильно собраны сюда только подсоединить шланг и воткнуть его в этот в канализацию а вот это не помню куда идет ну короче тут уже все прям собрано колбы чё пустые да нет леру называется если хороший потом скажу а здесь кран провода инструкция и ключ чтобы снимать эти коробки хозяйства пригодятся бак 12 литров а у меня какой по моему 12 литров тоже все шланги крепления даже крантики переходники вроде как с виду то все на месте здесь кран так 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 чик-чик чик-чик так люблю все новое так блестит здесь зажимки переходничок знаменитый титан ну а здесь бак девочки накопительный ой здесь еще край антик для бака молодцы вроде все положили такой бачочек чпок чпок вот вчера так и не убралась под раковиной как хотела сегодня уже растюхи пересадила маленько в этом ламинаре так что сейчас займусь установкой и не говорите что не смогу девочки поделала дела вымыла все под раковиной и легла доча маме ужин сделала ой там даже с помидоркой ее мою тут салатик видали как я без вас в крысу мало ем вот вкусненько наверное сейчас попробуем вечер тюлень у меня девочки приятного аппетита повыкидывала все большие подушки ну не все у меня еще есть там шифонары лежать не очень удобно на маленьких обе маленькие здесь одна тут другая тут так валяюсь телевизор не включенный висит для этого для натюрморта чтобы было вкусненько сейчас включу себе какого-нибудь блогера любимого и буду трескать и смотреть девочки я сама не установлю фильтр там надо сверлить там надо что-то дырку тут там сделать дырку тут сделать короче сама не справлюсь ну как будет установлено я вам все покажу девочки мой лук уже уже прям там хочет вырасти прям лежу на диване и слышу как он меня зовет представляете уже можно есть е-мое видали банок приготовила так надеюсь вы у меня не упадете так стоите пожалуй цветам придется потом покупать новую землю ешкарный по голове по голове не по голове девочки подождите чем-то надо насыпать возьмут этот половник потом его помою это для это короче для стирки половник хватит луку я думаю хватит главное не намусорить люба мозги включи свои и не намусоришь ну они же не всегда мозги ты и на месте иногда их нету иногда они где-то гуляют без меня хватит да девочки наверное как думаете погодите перчатку одену а тут сейчас все ногти потом буду полдня отмывать очищать нехорошо перчатки мартюш нюхай что мама тут взяла а эти надо срезать из меня садовод огородник такой вы мне хоть подсказываете просто ту каких-то еще не прорезалась кончик дать чуть-чуть надо срезать вот так плотненько друг дружки там девочки делятся куда-то улетела сейчас мы тут лето на улице надо свою зелень есть и и видали я прям как заядлый этот я шишида да ну как всегда сисида я сисида может не надо отрезать эти кончики а как они вылезут если не отрезать или вылезут девочки еще огород она хочет дом свой кто-то из вас так думает или пишет уже и чё у меня огород был в детстве когда я была маленькая у родителей я чё там чё-то запоминала что ли мама сказала посадить я посадила мама сказала полить я полила так сюда маленькую могу какую-то нить и давайте я посажу потом вам покажу что получилось что мы тут с вами будем до завтрашнего вечера тыкать ой которые проросли я их в другой маршручок потыку который еще не проросли в этот да да это вам не ноты футы 4 грядки посадить лука офигеть дали и одна грядка уже она как обошая а вы говорите не только у вас весеннее обострение у меня тоже дочь у мамы лук ой упал в обморок один ой еще один упал в обморок это не у меня пьяные сейчас земля пропитается и будет нормально но очень сухая в этом в день сетки что люблю не помню кто девочки ведь видела фотографию мне своего лука показала что они на балконе растут я сразу встала и пошла тоже сажать вот у нас Вот, ё-моё, выплыла одна луковица. Тони, ты должна там жить. Ты давай вот сюда тогда, раз тебе там не нравится. Здесь место есть. Хоп, 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 хои, ла-ла-лаи. Ой. Чуть-чуть у меня пьяные какие-то, все куда-то легли. Здесь, наверное, тоже лишняя одна. Сюда посадим. Тони дерутся. Друг с дружкой. Ничего, сейчас корешки дадут, они присосутся к земле и не будут танцевать. Хо-хо. Все, хватит на сегодня воды. Завтра еще подбавлю. Да, девочки? Сразу много нельзя поить. Поперелив будет. Все. Перчатки снимаем, огород закончился. Вот. С добрым утром, что ли? Фильтр мой стоит. Чего, зайка моя? А, давай. Ну, у нас утро, это уже полдвенадцатого дня. Мы с Плюшей уже погуляли. Я чуть-чуть сполоснулась. Пинетку Плюшки. Плюша, а тут нету это. Завязок кто-то украл. Ложись, грызи. Ложись, сын. Ложись, мамина, зайка, ложись. А, поближе к стульчику надо, да? А я где буду сидеть, не знаешь? Девочки. Зайки мои. Ну, я в своем кривом халате. Так модно, вы же знаете. У меня челка еще мокрая. Это самое. Хотела жену в квартиру стеллажи фельдзеперстовые. Кое-чего придумала. Даже говорить не буду, потому что не хочу заморачиваться. Хотела, знаете что, наподобие. Наберите в Азоне гардеробная система. И вот вам вылезет то, что я хотела. Вот, наподобие вот этой гардеробной системы. Штука, конечно, хорошая. Вот. Переставлять можно эти... Ну, вот, на чем сама полка лежит. Их можно переставлять выше-ниже. Без всяких проблем. Но искать это здесь у нас. Сейчас скажете, закажи на Азоне. Я не могу... Вот, понимаете, вот там вот написано, эти размеры, до меня никак не доходит. Это то, что мне надо, или нет. Я хотела съездить у нас здесь. Есть магазин Аксон. Не доезжая до Владимира. Хотела съездить туда. Мне почему-то прям кажется, что там есть. Блин, мне надо в магазин ехать. Потому что хлеба нет. Но! Ну, не хочу, девочки. У меня нет времени. Ё-моё! Да надо ехать. Это надо опять время тратить. Вы за автоклавом видели, да, сколько я собиралась? С Нового года. Хорошо, хоть дочку уговорила с собой съездить. Или я вам не говорила. Ну, короче, это... Сырочек последний. Колбаска последняя. Последняя у папа-жена. А это крайняя. Ну, и вчера лазил на зоне. Кто его придумал, дай бог ему здоровья. И с закрытыми глазами. Ну, мне дешевле бы вот это, то, что я хотел, не обошлось. Но только еще бы очень много времени на все это потратила, чтобы найти. А потом они пригодятся только гостям, скажем так. Ну, надо думать о будущем. И что мои цветы с квартиры съедут в один прекрасный момент. В оранжерею. В которой некуда будет крепить такие стеллажи. Я пока еще не знаю. Может и будет куда, но... Лучше подумать о том, что будет стоять, как говорится, на полу, на земле. Вот. Ну, и скрипя зубами, прям вот, знаете, вот... Я так долго сопротивлялась, долго брыкалась. Долго думала. И заказала. Два стеллажа. Два метра в высоту. Глубина стеллажа 50 или 60 сантиметров. Ну, то есть, глубокие, да? И высота 2 метра, ширина метр. Ну, вот метр, да? Вот у меня рука. Да, наверное. Вот так метр. Наверное, да? Или вот так метр. Вот так, наверное, метр. Ну, не важно. Много. Короче, я вчера тут ходила по квартире с этим сантиметром. Представляла по своим старым стеллажам, какие будут эти стеллажи. Ну, и прикинула, что на пока мне этих два стеллажа хватит. Если что-то там на полу придумаю, будут стоять на чем-то еще там как-то. В общем, придумаю. Можно эти два стеллажа поставить друг напротив дружки и промеж них сделать еще дополнительные полочки. Получится как бы три стеллажа, да? Ну, то есть, придумать можно. Вот. Чтобы увеличить место для роста малышей. Я высаживаю все новые и новые. Старые, которые давно высажены, и их скоро буду пересаживать почти все в другие горшочки с добавлением коры. А это объем больше. И места надо будет больше. Вот. Сметанкой балуюсь. Фермерской. Вкусная. Поэтому девочки заказала два стеллажа. Еще заказала карту Озон, я вам говорил, а нет, не знаю. Сегодня должна прийти, по-моему, или завтра. Вот. Но она у меня уже есть в моем личном кабинете. И еще придет сама по себе пластиковая. Целый рубль стоит. Из карты Озон, а я вам, по-моему, говорила, дешевле. Намного. Некоторые позиции. Не все, конечно, какие-то там на 20 рублей. Ну, извините меня, 20 рублей тоже деньги. Здесь 20, там 20. И в итоге дом построила. Вот. Вы заметили, как светло у меня с балкона светит? А там жалюзи-то практически закрыты. Две створки только вот настолько открыты. Остальное все закрыто. И светло. Вообще классно. Конечно, я маленько неправильно их повесила, но ничего страшного. Так что, девочки, сегодня ночью раскошелилось на 10 тысяч. Придут 17-го числа аж. А я хрен с ними. Мне их потом надо собрать. И свет на них установить лампу у меня есть. Расстояние между ними, я посчитала, будет где-то 65 сантиметров. Получится внизу полка, в середине полка и еще полка. Блин, как получится-то? Короче, получается, как-то я посчитала, три полки. Четвертая будет на потолке. Мне надо стремянку, девочки. Стремянку буду здесь где-то покупать в магазине. Мне ее надо в глаза видеть. И понимать, что это за стремянка. Чтобы она была прочная, легкая для меня. Ну и эта. Не сильно высокая. Вот. И все. Мои покупки для цветов. Ну, такие глобальные, да, которые я планировала. В принципе, все. Там остались какие-то мелочи, которые я хочу. Это я хочу. Этот. Не хочу, а мне надо. Ну, пока на него не могу вот раскошелиться опять. Он сейчас стоит 8 тысяч. Это который стерилизует быстро пинцеты. Вот. Но его потом куплю. Это вот, в принципе, все, что мне осталось вот такого для работы. Жизненно важного. Так я все купила. Два года постепенно я все это покупала. Представляете? А, еще кружку заказала магнитную. Только не кружку, а там платформа магнитная такая, да? На которую можно ставить любую емкость. Кружку, банку. С магнитом. Магнитные мешалки эти, лабораторные, дорого. Я нашла дешевле выход из положения. Конечно, я обходилась без нее 2 года. Прекрасно. Но также я 2 года обходилась и без автоклава. Но в итоге поняла, что он мне нужен. Вот. Поэтому, в принципе, у меня есть все до работы теперь. Для более быстрой. Вода у меня будет под боком и дома. Теперь чистая. Я надеюсь, что все хорошо он встанет. Ну, потому что у меня тент в автоклаве. Чайник электрический. И я не хочу эти приборы испортить этой долбанной водой. И покупать их постоянно. Это, во-первых. Во-вторых, хоть на самом деле пить начнем нормальную воду все. А не вот эту вот херню, которую мы пили столько лет. Че я думала? Мне вот Оля, между прочим, этот фильтр, который поставила в оргквартире, да? Прислала уже давно. Че я его не ставила? Да, он установился там не так, как хотелось бы. Через него не течет быстро вода, пока она там наберется. Ну, вот прям специалиста такого, да? Который прям вот действительно в них понимает. Вот если бы он был, я бы пригласила туда. Чтобы он посмотрел и сказал, да, в чем проблема. А тыкать пальцем в небо, как вот тот мастер мне все сделал. Я так тоже могу. Единственное, вот не могу просверлить дырку в раковине, да, и просверлить дырку в этом. Ну, опять же, если прям вот прям конкретно захотеть, могу. Ну, не могу. Ну, я же девочка все-таки в конце-то концов. Поэтому жду подмогу, чтобы мне просверлили все нужные вот эти дырки под кран. Поставили его. А так, в принципе, этот фильтр, вот который пришел, он весь собранный. Там осталось два шланга воткнуть в бак. И, ну, как бы все тут уже на месте. Ну, это так вот со стороны кажется. А так хрен его знает. Но факт в том, что тот был весь разобранный все равно. А этот уже вот все проводочки по направлению, все, как оно должно стоять, оно уже стоит. До подсоединить осталось шланги, просверлить все нужные дырки, все это повесить, закрепить. И все. И должен работать. Ой, мне так нравится, когда Мартюша у меня на ногу ложится, так тепло. У меня ноги мерзнут. Какой день, девочки? К вечеру согреваются, целый день мерзнут. Хожу в теплых носках. Охренительное лето у нас вообще. Вот. Лазила в своих баночках, нашла опять снег. Блин. Вроде каждый день смотрю, как проворонила опять. Причем написано, что их тут много. Уже их даже не видно, даже спасать не буду. Плесень растет быстрее, чем все остальное. Вот здесь три штуки. Ну, тоже не буду спасать. Вот. Когда их становится очень много, уже перестаешь этим заниматься. Спасением из плесени. Выкину банки, попробую простерилизовать. И надо эти банки пометить. Если в них опять заведется плесень, значит, не получается их простерилизовать. Потому что мне почему-то кажется, что это эти же банки, в которых уже была плесень. Посмотрим. По-моему, галочку поставлю на дне маркером. Все, девочки. Больше больших покупок не будет. Все. Начинаю откладывать деньги. Дальше. С машиной пока тишина. Никто не звонит. Ладно. Буду делать дела. Не грустить. Ёшкин, матрёшкин, чтобы фильтр поставить, пол кухни разворотила. А? Девоньки. Это отодвинула. Там всё помыла. Там всё помыла. Запомните пустую раковину. Вот эти полотенца тоже скоро здесь висеть не будут. Если бы вы знали, как они меня раздражают. Девоньки. Ай. Ой, хвастается. Всегда такую чистоту держать надо. Дай. Ну. Кто грязнуль-то? А? Муха не жужжала ещё даже. Новая такая не была. Моя раковина. Вот сейчас слово вам говорю. Устала. Даже полы под полосом помыла. Ох, как. Движение – это жизнь, да, девчонки? А какая-то смена обстановки. Чуть-чуть и уже... Ну, нифига не чуть-чуть. Я много чего выкинула. Много ещё чего выкину. И всё равно я дом домом, да, земля землёй. А кухня мне здесь нужна новая. Вот. Чё, Мартюша, мама твои тарелки выставила? Сын, ну, они пока мешаются, зайка. Давай подвинем их. Попей водичку. Попей. Твоя-твоя водичка. Не на его месте стоит. Вот. Так что... Так люблю его. Так что видео длинное, да, наверное, опять будет. Не знаю, потому что снимают его два дня в подряд. По чуть-чуть. Тут чуть-чуть и там чуть-чуть. Орхидушки мои привыкают понемножку. Вон контейнер, видите, поставила туда. Я сегодня разбиралась в баночках. Опять их тут это. Не, вон там баночки. Видно вам? С этими, с растюхами. Там баночки с растюхами. И в контейнере растюхи. Вот. Вот баночки стоят. Один контейнер продан, второй на продаже. Ну, и там два контейнера на продаже с пласками. Вот. Которые вчера пересадила. Тут вот, куда поплевать-то стоят пока. Ну, рано смотреть. Через три дня посмотрю, полазью. Где плесень будет, уж будет. Уже ничего не буду ворошить. Ничего не буду делать. Цветы, девчонки, мне еще надо пересадить. Девочки пишут. В твоем графике на лето нету пару дней отдыха. Девочки, неделя короткая. Я-то здесь при чем? Я расписала всю неделю. Вот. Ну, отдых правильно только написала М. Что отдых будет в лесу. Знаете, когда? Когда я буду искать грибочки. Когда я буду гулять. Вот. Тогда и будет отдых. Конечно, когда сбор мха и коры, отдыха никакого там нет. Это очень тяжело. Ну, а когда за грибами, то это отдых. Ну, и когда будет дождик, буду дома находиться. Буду что-то дома делать. Девчат, ну, а что, сидеть? Если я буду сидеть, значит, я зимой оставлю вас без мха, себя без денег. Вот. И себя без мха. Потому что мне мха надо в миллион раз больше, чем вообще все эти года. У меня зимой очень много будет пересадок. Очень много пересадок в мох. Потому что они же растут. Вот. Знаю у вас у всех вопрос один. Куда я их буду ставить? Девочки, буду что-то придумывать. Буду что-то это. Выкручусь пока. А там время покажет. Вы же знаете, у меня всему свое время. Время на землю и на дом еще не пришло. И на оранжерею для моих орхидей. Вот. Но все придет. Всему свое время. О! Сложила палац. Его стирать надо. Его вообще бы убрать и отдать постирать. Вот он, девчата. Я вам показывала распаковку-то. Ну, там зеркальное было отражение. Видите? Вот он. Он весь собранный. Здесь пару проводов правильно втыкнуть осталось. Вот они все по цвету. Вот. Здесь тоже синий, по-моему, выходит. Ну, здесь красный подсоединять надо дальше. И к этому, к сливу, к бачку какой-то тоже идет. Ну, вот они все по цвету. Вот он, инструкция. Вот они все эти запчасти. Вот. Кранчики. Осталось просверлить совсем чуть-чуть дырочку тут. Не знаю, тут будет кран, наверное, стоять, да? Здесь будет несподручно. Пускай здесь стоит питьевой кран. Вот. Просверлить дырочку там, в канализацию. Подсоединить их к крану. Ну, это словами так, вроде быстро, да? Я отзывы смотрела, мужики. Кто понимает, час все это делают. Поэтому огород мой растет. Ну, эти коробки все это уберу, пока тут стоит. Огород мой, девочки. Четыре грядки растут. О, видали? Правильный слесаря с какими инструментами приходит. А не с двумя отвертками. Ёкарный бабай. О, крантик. Встал нужный. Дырочка в раковине готова. Все, я теперь деловая. Я теперь с фильтром, девочки. Такой блестящий у меня кран. Ё-моё. Красота. И причем все работает, представляете? Можно и перекусить. Хорошо дочка пришла. Маму кормит. Как будто бы опять не дожаренное, да? Ну, видимо. Чего? Не филе, а футбол. Как? Это не филе, это, видимо, просто куриное мясо. Фарш из курицы. Надо подольше жарить тогда, что ли. Не, вот нормально. Нормально? Кушай. Как котлетки. Ну, да, это и есть котлетки. Наггетсы. Купила зайка моя. Я там продуваю фильтр. Жду, когда первый бак наполнится. А как понять, что он наполнился, вода в канализацию стекать не будет. Остановится. Надо несколько раз налить, слить, налить, слить, налить, слить. Потом ток можно пить. Ну, уже идет 100-110, что ли, я проверяла. Первая вода, которая через фильтр пошла. Следующая вода будет чище. Девочки, одна рука у меня. Сливаю второй раз бак накопительный. Ну, так положено по инструкции. В общем, целый бак набирался у меня целый час. Вот это не целый бак был. Пятилитровая канистра. Я не дождалась. Целого бака слила раньше времени. Вот сейчас уже перестала журчать. То есть, бак наполнился. Посмотрим, сколько сейчас наберется вода. Должна хотя бы вот 5-литровая канистра быть в баке. Хотя бак, сам бак на 12 литров, но выходит из него воды, по-моему, 5-6 литров. Если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Я вам сейчас все покажу. Но вода уже чистая. Вот уже в этой канистре уже вода 43, по-моему. Сейчас я вам тоже покажу. Вот, девчата. Вот это первый раз слила, потому что не дождалась, когда бак наполнится. Вот столько было. И вторая канистра почти целая. Вот кружечку с нее слила. Ну, почти, я говорю, 5 литров. Хотя вот 5 литров, наверное, вот так и есть. Ну, вот кружку вылью, но будет вот так чуть-чуть. В общем, смотрим. Первую канистру я слила. Вот такие показатели. Показатели 59, да? Подождите, сброшу. Да, 59. Вторая канистра. 33. Сейчас наполняю еще одну. Потому что написано, что сливать надо 3 раза бак. Но еще пузырики вон есть. Вот если присмотреться, там есть пузырики. Их быть не должно. В первом баке вообще их много было, видите? Вот. Так что я с чистой водой и дома. Ура! Ну, мне хочется дождаться, пока полностью вот все оно пройдет. И посмотреть, сколько будет выдавать этих градусов, короче. Не знаю, как называется. Озон, зон, зон. Дочь сбегала в Озон. Забрала мамины нижнее белье. Ну, это первая партия только пришла. Завтра, послезавтра еще придет. А тут еще я ситочки заказала на раковину. Две штуки. Вот такие. Сейчас посмотрим, подойдут, нет. Так, а тут сейчас подумаю, показать вам или нет. Дефиле вам не буду делать. Цвет покажу просто. Смотрите, какой. Красивочный, да? Все, посмотрели? И хватит. Хорошего помалинку. Смотрите, как будто тут и была. Была вот эта. Вот так, чпок. Теперь вот эта. Прям вообще огонь. Прям встала. Как будто тут и была всю жизнь. Супер. Девчули, это третья канистра. Это вторая. Ну, она же была первая, я ее вылила. Зачем она нам нужна? Она была, ну, вот так. Это вторая канистра. Вот столько набралось. Третья канистра. Ну, это чуть-чуть другая. Ну, практически столько же, но уже больше. В этой 5 литров и в этой. Просто форма маленько другая. В общем, где-то 5 литров в этом баке воды. Сейчас здесь воду проверим. Тридцать три. А было сколько? Тридцать четыре было. А первый раз... Ой, 61 уже показывал. Чем дольше стоит, тем грязнее становится. Ну, короче, еще пару раз солью и все. Ну, что, звезды мои, я с водой набрала, чтобы грелась. Для малышей, которые у меня здесь во мхе немножко живут. Вот. Конечно, нам надо ставить этот насос. Видите? Тоненькая струйка. Видно вам, нет? Ну, я думаю, что видно. Ну, ничего. Это бак сейчас пустой. Я его опустошила и просто поставила, вот чтобы это. Кувшинчик Галюня. Твой кувшин, как память, не имею права выкинуть. Буду пользоваться. Вот этот свой старый выкину. Кувшин. А может, и не выкину, пригодится цветы поливать. Подумаю, может, что-нибудь в него посажу. Орхидею какую-нибудь, пускай сидит. Да? Да. Вот. Вот эту штуковину верхнюю. Видите, какой уже налет. Вот. Подумаю, оставить или нет. Скорее всего, оставлю. Сейчас его наберу туда. А кувшин нет. Кувшин вообще обалденный. Галюня этот память. Я не имею права выкинуть, пока не разобьется. Вот. Буду им пользоваться. Вот так буду наливать водички. Пускай будет. Потому что, ну, прям оттуда... Ну, вдруг вот надо быстро прям вот раз вот чайник налить. Раз оттуда и налила из кувшинчика. И все. А в бак сейчас кувшин налью, бак наполнится. И там всегда 5 литров в баке будет. И когда в баке вода есть, напор хороший идет. Пока в баке не закончится. Ну, нам приготовить хватит. Цветы полить хватит. Автоклав заправить чистой водой хватит. Поэтому я счастлива, девочки. Столько лет я ее таскала. Это же... Я даже не могу представить, что я больше ее таскать не буду. Вы не представляете, какая это для меня вот прям облегчение. Я прям вот... Еще бы мох из леса с корой сам собирался. Чтобы я только за грибами ходила. Найти бы кого. Кто мне вот помогал бы собирать его. Я бы вот с радостью людям лучше заплатила. Чтоб самой не таскать его. Но желающих нет. Алкаши мне там нафиг не нужны в этом деле. Ну, а хорошие хотят миллионы получать. А миллионы я хочу сама получать. Поэтому и таскать буду сама. Все. Люблю вас всех. Целую, мои хорошие. Я счастлива. А у меня чистота порядок. Прядок чистота. Ну, там коробка. Еще ничего не увезла, потому что ворк в квартиру. Все увезу, все разберусь. Уже очень много разобралась. Ну, вы уже поняли вообще-то. И отстаньте вы от меня с одеждой. Я дома. Я дома. Как хочу, так и хожу. Кстати, этот нижнюю белью, комплект, подарила дочи этот. Потому что мама чуть-чуть в объемах. Вот в некоторых капусты много ела. Вот. Доча будет хорошо. А мне и придет завтра или послезавтра еще комплект. Ну, там уж материал был хороший. Ну, размера больше не было. Это взяла вот самый большой. И мне не подошел. Я же говорю, я сорок... Ой, пятидесятый ношу. А там был сорок восьмой. Но я надеялась, что он тянется и будет нормально. Нет, чуть-чуть, чуть-чуть не туда тянется. Вот. Ну, ничего. Дочка. Дочке подарок сделала. Диплотери-тыси.